Друзья, всех приветствую на канале, подписывайтесь, оставайтесь со мной, в этом видео речь пойдет сегодня о мотоблоке, то бишь мотоблочная тема, но не конкретно о мотоблоке, вот вы видите его на экране, а о прицепе хочу поговорить к этому мотоблоку, это единый комплект, вы видите название мотоблока, название этого прицепа, и вот над этим прицепом многие просто угорают и ржут, да, из-за его миниатюрности, ну это относительная миниатюрность, конечно же, дело в том, что размер этого прицепа крайне практичный, сразу вам это говорю, и сам прицеп очень выносливый, поднимает 500 килограмм груза, это 100%, я уверен, потому что я на нем перевозил, на этом прицепе, вот при помощи этого мотоблока, перевозил 10 мешков цемента по 50 килограмм, и выдержали шасси, выдержало шасси, и сама резина не продавилась, не прогнулась, смотрите, в чем преимущество, сразу сейчас, ну не складно, как всегда, но все равно, смотрите, его узкость, да, то есть он заезжает во все необходимые дворы, во все нужные калитки, он вмещается, если его сравнить с чувашским, допустим, прицепом, который, ну такой широкий, да, тот прицеп не во все калитки въезжает, понимаете, в чем прикол? Видите, это уже удобство, он поднимает много килограмм, да, вот я говорил, 10 мешков по 50 килограмм цемента, да, то есть это 500 килограмм, то есть спокойно он перевозит, больше вам там тоннами, вы никогда на таком прицепе, вот при таком тяговом агрегате, вы не будете возить более 500 килограмм, ну ладно там, ну 600 килограмм, ну 700 килограмм, ну он выдержит, ну вы не будете и 600, и 700 килограмм возить на вот таком мотоблоке, значит смотрите, почему выдерживает этот мотоблок, покажу сейчас, у этого мотоблока есть мост, да, вот, то есть колесный мост, шасси, вот он, достаточный мощный, да, смотрите, какие колесные, да, то есть это суппорта, есть у него тормозные, вот эти вот ноги такие, да, и они обкрепятся к ним, к этим ногам, они достаточно мощные, и сама рама мощная, и крепятся, вот смотрите, это шасси, вот так вот, и все выдерживает, ну проверено, то есть, да, и резина, кстати, классная, вот она, мотоблок уже, как бы, 5 лет, да, в 2016 году приобретен, он, конечно, ржавеет, но это не критично, и вот за счет вот этого, вот, вот такой конструкции выдерживает прицеп груз тяжелый, есть подобные прицепы, у них без моста, вот видите, без этого моста, без этой балки, у них, получается, просто колесики, вот к этим вот, как-то приделаны, да и всего лишь, и вот эти, вот эти штучки, они могут разойтись в разные стороны, ну вот эти стойки, вот такой вот прикол у этого прицепчика, так что здесь ржаки-то особо не нужно никакой, в этом плане, по этим характеристикам, очень классный, да, вот этот прицеп, балка, вот, смотрите, ну, ну, цепляется, вот там вот, вот это сошник, да, убирается, и вон, смотрите, вот эта рама, вот этот, железный, да, цепляется к мотоблоку, ну и вот не разбивается, смотрите, не сыромятина, да, ну, ржавеющая, но не разбивается, ничего не разбивается, металл, как бы, не сырой, это вот прикол, кстати, хороший, у многих вот эта вот штука, она разбивается, и вот тут вот, смотрите, проварка, она достаточно такая, мощная, здесь, ну, классно сделано, короче, я не нахваливаю, я просто говорю, что если вы стоите перед выбором мотоблока, ну, вот на такой мотоблок можно обратить внимание, вот так, вот эта красная, это я поменял уже стартер, тут это не родной, родной черный, там, с логотипом вот этой фирмы, вот такие колесья у него, да, ну, достаточно тоже прикольная резина, не трескается, смотрите, пять лет, она, ну, я показываю, как есть, я не мыл ничего, вот только достал, кстати, приехал, и вот он, да, у него краска выгорает, сразу говорю, выгорает краска в поле на солнце, ну, как бы, ну, вот такой вот есть косяк, есть, как бы, вот такие окисления, ржавения, да, это бардачок сидения, кстати, вот тут вот всякое барахло, вот, прикольно, да, то есть он крепится, плюс вот такая подножка, можно на нем стоять прямо вместе с подножкой, да, вот смотрите, я встал, вот, то есть, если куда-то вам залезть надо наверх, можно смело на это опираться, плюс вот эта вот педаль, тормозная, да, педаль тормоза, вот с этой тягой, которая тянет вот здесь вот через пружину, вот смотрите, вот такая вот, ну, я сейчас рукой не смогу это сделать, вот этот механизм, это тоже тяги, вот они регулируются здесь, усилие тормозов. Вот такой вот, как бы, моментик есть в этом прицепе, над которым, как бы, как бы все угорают. Но, опять же, зачем вам громадный прицеп на маленький, ну, на мотоблок среднего класса, это вот, как бы, полутяжелый, да, он, ну, как бы, ближе к тяжелому, но и не самый тяжелый, не громадный мотоблок. Зачем ему здоровенный широченный прицеп? Вот смотрите, если вот даже взять в два раза больше, вот смотрите, еще, ну, вот, вот такое расстояние, еще прибавьте, вот такое вот, вот такая ширина, вот такая, видите, вот рука, и такой маленький мотоблочек будет вот так по центру, вот такого здорового квадрата. Ну, зачем он вам нужен-то? Не нужен, а вот такой здоровый широкий, это как раз вот есть чувашские вот наши прицепы, и вот меня удивляет, что у них нету вот этого вот моста, кстати, тоже, то есть просто колесики на палочках, как на табуретке. Ну, и плюс, вот я заранее здесь вот эти карабины отстегнул под съемку, да. Вот, смотрите, открывается борта, вот сейчас покажу, значит, это вот тут покорябало, это что-то возил, оно гуляло, и вот сюда билось, видите, подржавело. Ну, как бы мне по барабану ничего страшного, колхоз дело такое житейское. Значит, петли, смотрите, все на шплинтах, как бы они держатся здесь, эти петли, ну, такие они, загнутые шплинтики, и не проржавевшие нормально, не отваливаются. Вот карабины такие, прям как на грузовике, вот так вот он цепляет, и плюс этот прицеп, он самосвальный, сейчас я вот покажу. Вот, смотрите, вот раз карабин отстегивается, идем ко второму, сейчас обойду. Два карабина отстегивается, да. И вот, смотрите, можно раз, вот, раз, я его поднял, вот. Тут здесь такой поршень, да, который откидывает кузов. Вот кузов, видите, вот он вот так вот сделан, такой, ну, такой каркас, квадратная труба, ну, можно самому, конечно, сделать, можно, заморочиться, сделать. Ну, вот, вот решил купить такой покупной сразу, у меня он прикалывает. Ну, когда есть в продаже, вот купил, ну, в комплексе, чтобы был. Вот, вот оно как выглядит, видите. То есть его можно еще и разобрать, сложить в коробку и увезти куда-либо. Вот у него вот такой вот самосвальный механизм. Не ругайтесь, что долго, хочу подробно показать. Вот так вот самосвальный вид со стороны, вот такая вот каркасина у него, скелет. Ну, ржавеет, да, труба вот, какая здесь, на 3-миллиметровая, что ли. И вот везде 3-миллиметра. Откидные борта у него. Сейчас я его пристегну обратно. Просто он с усилием обратно надо его притягивать. И вот так вот, вот, сполз этот кусок линолеума. Вон пол. Ну, он ржавый такой у меня. Ну, потерся, кстати. Если вы человек бережливый, вы можете заранее какой-нибудь постелить ковер в колхозную технику. И не будет он у вас тереться. Но это как бы не за один раз произошло. Это произошло за много-много раз. Все, что на нем возилась, всякая фигня. И земля, и стройматериалы, и кирпич. Причем кирпич с горкой, и щебень как бы возился. И все он нормально возит. Ну, вот этот бардачок я уже показывал, он же сиденье. На нем сидишь и едешь. Вот я его обратно пристегнул. Вот этот кузов запыхался, короче, пока бегаешь с этой камерой. Кстати, снимать это не так уж и просто, как многие думают, да. Там, если вы там критикуете, да, попробуйте сами поснимать. Поймете, в чем прикол, как это все делается. Особенно, когда один одной рукой. Ну, ладно, суть не в этом. И вот продолжим, да. У него откидные борта. Прикол в чем еще. Вот смотрите. Раз. Вот отстегнул вот этот вот карабин. И вот так вот открывается. Это я показывал когда-то в прошлом видео, да. Сейчас второе отстегну. Борт. Вот смотрите, раз. Вот это она в спинках, как бы, да, считается. Она остается без движения. И вот такая платформа получается. Вот смотрите. Вот сейчас я придвину, как бы, для вида мотоблок. И вы увидите. Вот смотрите. Как это выглядит в комплексе. Вот на такой платформе можно что-то возить широкое. Вот сейчас общий вид со стороны. Ну, вот представьте себе. Вот мотоблок, да. Он пристегнут к дышлу. Или дышло к мотоблоку. И вот такая вот получается штука. И вы можете перевозить, вот, с опущенными такими отстегнутыми бортами, что-то широченное. Вот вам, кстати, и увеличенный объем. Как раз таки, да. Что-либо возить. Вот вам на одной вот этой штуковине. Вот, смотрите, ногой наступил на одной этой штуке. Сейчас я попробую встать. Вот. Вот я стою сейчас на этом прицепе. Сейчас особо прыгать не буду. Он там на подножке, чтобы он не свалился. Но когда он пристегнутый, можно и попрыгать. И вот сюда что-то можно уложить. Вот вам и ширина. Вот практичность этого прицепа. Так что, можно, конечно, смеяться над размерностью этого прицепа. Но я бы не стал смеяться. И это же все-таки микротехника. Ну, не микро, а мини-техника. Это считается как вспомогательное устройство. Ну, вот этот мотоблок. Это вот суррогат трактора, мини-трактора. Который можно комбинировать, в принципе, и с шасси, на котором можно сидеть, ездить, что-то пахать там, допустим. Вот есть какие-то сейчас агрегаты такие, вот там и вперед, вот, кстати, вот сюда, в эту трубу, можно и груз, в принципе, вставить, да, вот другой трубой квадратный вот так войти. Я вот здесь могу повесить груз тяжеленный, да, только, ну, я не знаю, зачем это делается. Мне хватает по размерности и по весу вот этот мотоблок. И вам будет хватать этого мотоблока, блин, по самое не балуйся, то есть, и он, кстати, самое прикольное. Сколько времени уже прошло, ни одной поломки существенной не было. Единственное, я бензошланг от бака на карбюратор поставил силиконовый, потому что тот родной, он потрескался. Все, больше никаких поломок не было, никаких этих вот, смотрите, трещин вот в этих тросиковой оплетке нету, ничего нету. Да, ржавеет, вот, единственное, ржавеет, вот. Ну, я не вижу здесь ничего страшного такого. Так что, друзья, это вот видео для тех, кто в раздумьях о приобретении мотоблока и какой же к нему прицеп. Я считаю, что мотоблок без прицепа это не мотоблок, но это чисто мое такое мнение. Так что не жадничайте, берите себе, если мотоблок, то обязательно берите и прицепчик. Ну, прикольно на нем съездить по деревне куда-нибудь. У нас как бы, вот, именно мы, дача или как это назвать, у нас именно в деревне наше вот находится жилье. Вот мы такие, полудеревенские такие типы. И вот тема вот такая вот, про мотоблок. Друзья, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!